Мониторинг топливных баз столицы показал, что угля для успешного прохождения осенне-зимнего периода достаточно, но горожане сетуют, что стоимость твердого топлива остается высокой. Я купил мешок угля, сначала хочу проверить его качество, как горит, как держит тепло и так далее. Если все будет хорошо, то куплю пару тонн. Мешок стоит 250 сомов, а за тонну просят 5000 сомов, но с учетом данной ситуации цена могла быть и ниже. Госагентство антимонопольного регулирования определило стоимость угля в каждом регионе и предупредило, что она не должна меняться в течение 90 дней. Например, в Бишкеке тонна не должна превышать 4500 сомов. Однако в ходе проверки были выявлены нарушения. Нужно контролировать камазистов, которые везут уголь с месторождения. Они завышают цены до 4500-4700 сомов. Я добавляю только 200-300 сомов. Это расходы на грузчиков, рабочих и прочее. В свою очередь водители, которые непосредственно возят уголь с месторождения Карагече, просят учитывать расходы на перевозку и амортизацию авто. Они отмечают, что рост затрат оказал значительное влияние на цены. С Кочкоро до Карагече нам приходится ехать практически 10 часов. Причем ехать нужно медленно. Если ехать быстро, то машина просто может развалиться на части, вследствие чего уходит много топлива. Также дорого стоит и запчасти на авто. Стоимость одной детали может доходить до 100 долларов. На месторождении Карагече тонна угля отпускается по цене 1330 сомов. Ранее Кабмина было введено в госрегулирование цен на уголь сроком на 90 дней. Госантимонополия указала розничную стоимость одного килограмма и оптовую одной тонны твердого топлива. Она меняется в зависимости от районов и места добычи угля. Сейчас продавцы ссылаются на частных перевозчиков, которые привозят уголь. Если они привозят уголь по завышенной цене, то они не должны у них покупать его. Мы сейчас сделали всем предупреждение. Предельная цена на уголь для населения должна составлять 4400 сомов. С погрузкой 4500 сомов. Если завтра цена останется такой же, то мы уже начнем налагать штрафы. Штрафы достигают до 28 тысяч сомов. В ходе рейда была проведена разъяснительная работа с продавцами угля о реализации твердого топлива по установленным ценам. Также они предупреждены об ответственности при завышении цен на уголь в рамках кодекса нарушения. Напомним, годовое потребление угля в стране составляет 3 миллиона тонн. Более половины его импортируются извне. Улан Касенов, Ирлан Джуншалиев, Фалмаскор Мамбета, Фалату, 24.